Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодняшний наш урок посвящен ответу на вопросы некоторых учеников. Довольно-таки большое количество уже спрашивает, возможно ли все эти работы, которые я показываю в данном курсе, реализовать не на реальном сервере, а на локальном. Ну, например, на open-server, которым многие пользуются. Я говорю, да, можно. И вам сейчас это продемонстрирую. Ну, во-первых, вам нужно будет этот open-server скачать. Вы, наверное, уже, если вы уже такие вопросы задаете, вы уже, наверное, знаете, где этот сервер находится, да, где его можно скачать. Вот, нажимаем на скачать, выбираем версию. Значит, здесь три версии. Так, и нам нужна, так, ну, во-первых, open-server вот full-версия, полная версия, да, вот мы ее скачиваем, она весит 835 мегабайт и в распаковке 5-8 гигов она будет весить. Соответственно, если у вас версия чуть раньше вышла с другим номером, ничего страшного нет. Так, у меня уже скачанные версии есть, вот 535, да, версия. Так, ну-ка, посмотрим, какая версия у нас здесь была. Максимально 537, видите? Ну, я думаю, ничего страшного не будет. Установка сервера, если вы еще не знаете, реализуется после скачивания очень легко. Вы просто два раза щелкаете по вот этому экзишнику, да, и говорите запустить, и у вас процесс установки начнется. Так, ну, давайте я начальный этап вам продемонстрирую, как все это будет работать. Так, ну, вот смотрите, он нам предлагает, куда можно распаковать вот этот архив, то есть где у нас будет на нашем компьютере наш, вот этот вот, папка нашего сервера находиться. Мы можем оставить папку С, естественно, конечно, папку переименовать. Так, ну, я изменю место назначения, да, я на другом диске на своем поставлю. Так, у меня здесь вот в моем компьютере вот диск Д есть, там места у нас достаточно, и на диске Д, на диске Д, вот, на диске Д я создаю новую папку под названием, так и назову там ОС, панель, вот так вот, например, да, вот у нас эта папка есть, я ее выбираю и говорю ОК, и здесь буду извлечь. И у нас сейчас процесс извлечения в данную папку будет происходить, но этот процесс будет длиться некоторое время, поэтому я на этот момент отключусь и включусь уже тогда, когда распаковка будет подходить к концу и мы дальше продолжим. Так, у нас процесс распаковки завершился после завершения процесса распаковки ничего не происходит, вот, но мы должны будем пройти, значит, на наш диск Д, куда мы устанавливали, найти папку ОС-панель, вот она, да, открываем ее, внутри еще одна папка ОС-панель, ну, ничего страшного. Так, и вот здесь вот у нас есть два ярлыка, при помощи которых мы сервер можем запускать. я вам покажу упрощенную схему работы без, значит, глубинных проникновений внутрь этого сервера, ну, для того, чтобы после джумла установить и все. Здесь, собственно говоря, никаких сложностей не будет. Вот, ну, во-первых, вот это можно в виде ярлыка вытащить непосредственно на рабочий стол, я отправлю кнопочкой щелкаю и говорю отправить, допустим, на рабочий стол, да, так, после установки сервера нам надо просто его запустить, просто щелкаем два раза левой кнопкой мышки по этому ярлыку, устанавливаем при первом запуске русский язык, так, и здесь у нас сразу предупреждение появилось, что добро пожаловать в OpenServer, да, и запуск на этом компьютере выполняется впервые установить Microsoft Visual C++. Я говорю, не надо мне это устанавливать, вот, говорю, отмену, да, то есть, если отмены нажимают, не значит, что у нас сервер не запустится, он запустится, просто без установки вот этих компонентов, говорю, отмена, так, и доступна новая версия, он предупреждает, вот, я говорю, да, окей, хорошо, вот, и после того, как у нас запуск произошел, смотрите, у нас вот здесь в панели задач, вот внизу, да, вот такой вот значок есть, и здесь вот панель задач, да, у нас появляется такой красный флажок, да, это как раз, значит, является свидетельством того, что сервер у нас мы включили, но он еще заходится в выключенном состоянии, мы правой кнопкой мышки щелкаем под этому красному флажку и говорим запустить наш сервер, запустить, так, у нас здесь происходит, в общем-то, вот, просмотр логов, если такое окошко возникает, давайте закроем, это говорит о том, что сервер, у нас сервер не запускается, видите, красный флажок, если у вас такая незадача происходит, тогда надо сделать следующее, давайте я выйду из сервера, вот так вот, да, и смотрите, я запущу его от имени администратора, запуск от имени администратора, запускаю от имени администратора, соглашаюсь с этим, вот, нажимаю здесь окей, да, вот, опять красный флажок у нас, правая кнопочка, и говорю запустить, так, снова иду сюда, и смотрите, флажок в желтом состоянии, да, то есть, запуск происходит, и, когда он позеленеет, он должен сейчас позеленеть, да, вот, видите, он позеленел, это говорит о том, что сервер у нас запущен, то есть, вот эту фишку вы да увидели, да, если вы запустили сервер, и у вас он не запущен, запускается, вот здесь из окна быстрого запуска, то вы выходите из него, и запускаете уже, сам ярлык от имени администратора, это такое важное замечание, не забывайте про него, так, теперь, что нам нужно сделать, если мы правой кнопочкой по флажку щелкнем, да, значит, смотрите, первое, что нужно сделать, пройти, вот здесь есть такая ссылка, мои сайты, да, когда мы в мои сайты проходим, вот он, здесь вот, единственный сайт, по умолчанию, localhost стоит, да, то есть, это не что иное, как ссылки на те проекты, которые на вашем сервере имеются, вот если я по localhost щелкаю, да, то у меня, вот открывается, значит, вот эта вот вкладка, этого хоста, этого, будем быть, сайта пустого, и здесь страница есть, добро пожаловать, приветственное, руководство по использованию, так, но нам, в принципе, нужно, нужно создать свой, непосредственно, сайт, свой, значит, свой домен местный, для этого есть, смотрите, вот здесь вот такая папочка, есть папка с сайтами, видите, сюда вот заходим, и мы оказываемся, не где-то, а именно, внутри папки domains, которые находятся в папке ospanel, ну, на том диске, где мы устанавливали, и мы здесь должны создать свою папку, папку под любым названием, на латинице, без пробелов, да, ну, например, я назову, ну, например, msk, да, вот так вот, msk, вот, пускай она будет у меня называться просто вот так, название папки на дальнейшую жизнь сайта не будет оказывать никакого влияния, то есть, если вы здесь сайт создадите, вы потом можете его здесь свернуть, а потом развернуть на реальном сервере, и вот это название, которое мы сейчас даем, на это влиять никак не будет, как это делать, я вам чуть попозже покажу, после создания нашей директории, где будет наш сайт, нам нужно обязательно наш сервер перезапустить, так как, когда мы создаем новый сайт, необходимо, чтобы вот этот вот хост, как бы обозначился на нашем компьютере, как, ну, как сказать, как рабочий директорий на сервере, для этого мы идем опять в зеленый флажок, и выполняем команду перезапустить, либо можно остановить и снова запустить, хоть так, хоть эдак, мы перезапускаем, снова я смотрю, вот у нас желтый флажок, сейчас он позеленеет, так, и вот теперь смотрите, вот он позеленел, я правой кнопочкой нажимаю, и смотрите, в мои сайты я захожу, и смотрите, видите, здесь получился, появился, вернее, вот этот наш сайт, да, маяска, ну, без всяких там аббревиатур, просто маяска, я нажимаю на него, и оказываюсь внутри нашего сайта, пожалуйста, у нас здесь индексов, то есть у нас директория пустая, соответственно, у нас такая надпись появляется, все остальное похоже на то, как мы это делали на реальном сервере, с небольшими разницами, с небольшой разницей, извиняюсь, так, во-первых, давайте мы создадим, значит, базу данных для нашего сайта, да, для этого мы идем, вот здесь вот такая вкладочка дополнительная есть, да, и вот phpMyAdmin, у нас открывается вкладка, новая с сервером баз данных, да, значит, смотрите, здесь в пользователе, для всех серверов OpenServer, это одинаково, мы пишем, значит, пользователя root, да, и пароль мы не указываем вообще, то есть, для локального сервера, вход в сервер баз данных, по пользователю root, без пароля, и нажимаем вперед, и мы оказываемся вот здесь, да, можно не сохранять пароль, так, значит, давайте мы базу данных для нашего сайта создадим, здесь немножко не так, как на реальном сервере, здесь мы непосредственно базу создаем на, на самом сервере баз данных, сервер баз данных MySQL, вот он, phpMyAdmin, да, я нажимаю на первую вкладочку базы данных, да, и вот здесь я ввожу имя базы данных, ну, чтобы не путаться, значит, давайте мы, я назову базы данных так же, как и я назвал непосредственно директорию, которая находится у меня на сервере, да, так, вот здесь давайте мы кодировку выберем, значит, знаете, какую, вот, из УТФ, УТФ-8, General C, да, вот, вот именно в такой кодировке, значит, Джумла, значит, будет устанавливаться, МСК, УТФ-8, General C, говорим, создать, так, вот база данных у нас слева, мы видим, она создалась, так, теперь, при установке Джумлы, она нас требует, значит, чтобы мы указали, логин, и пароль, к этой базе данных, то есть пользователя, давайте мы его тоже создадим, так, для этого, видите, у нас здесь есть такая вкладочка привилегии, мы сюда вот нажимаем, и вот здесь такая есть ссылка, добавить учетную запись пользователя, давайте мы какую-нибудь добавим, значит, с простым именем, ну, например, я напишу пользователь, пускай будет админ, да, поскольку у нас это все вносит локальный характер, здесь не обязательно, значит, какие-то секретные коды писать, да, а потом, когда будем на реальный сервер, значит, кидывать, там уже, в принципе, можно все изменить, так, выбираем локальный хостинг, потому что мы на локальном сервере работаем, и давайте мы пароль создадим, тоже я создаю, создам обычный пароль, админ, да, здесь не видно, что я пишу, но я пишу админ, так как это легко ли запоминание, чтобы потом мучительно не вспоминать, у нас база данных, мСК, сервер, локал хост, и пользователи, пароль админ, админ, все легко и просто, так, теперь смотрите, нам необходимо отметить, вот здесь отметить все права, на пользование данной базой, вот, отметить все, спускаемся чуть ниже, и вот здесь справа внизу, есть кнопка вперед, мы нажимаем, все, у нас создался, значит, пользователь, вот, у нас есть база данных, и пользователь для нее, админ, все, дальше можно продолжать нашу работу, так, теперь нам необходимо, необходимо, что сделать, нам необходимо распаковать, внутрь нашего, внутрь нашей папки, нашего сервера, значит, внутрь нашего сайта, да, то есть, внутрь той папки, где у нас находится, вот, папку мСК мы создали, да, давайте мы туда, значит, из джумлы, из джумлы, значит, вот так вот, немного здесь неудобно с окнами возиться, да? Ну, ладно. Это не так тяжело. Я беру вот саму джумлу, да? И скидываю ее сюда. И здесь я ее распаковываю. Так. Извлечь. Так. Так. Просто извлечь файлы я делаю, чтобы она непосредственно вот прямо сюда вот и у нас распаковалась, да? Ну, здесь тоже какое-то время придется подождать. Ну, у нас, смотрите, видите, как получилось? У нас извлекается непосредственно вот в эту папку джумла. Немного я не так сделал, да? Нам необходимо, чтобы вот эти файлы распаковались непосредственно в директорию MSK, а не в дополнительной директории. Поэтому я вот иду сюда, выделяю все вот эти вот файлы, нажимаю Ctrl-X, да? Ну, то есть это вырезать, да? И Ctrl-V вставить вот в эту же папку. И вот они у нас ставились. Соответственно, вот эта вот папка, вот эта вот папка, где у нас файлы джумлы были, она у нас будет лишняя, мы удаляем. Ну, вот этот вот архив можете удалять, можете не удалять. Я обычно его оставляю, потому что иногда бывает сбой, и приходится переустанавливать, особенно, ну, иногда бывает, особенно в начале установки. Ну, собственно говоря, можно и удалить. В принципе, она уже нам здесь уже будет для нас лишний. Мы оставляем в папке MSK, вот в этой директории, только файлы, распакованные нашей джумлы. Все. Теперь мы идем непосредственно на наш сайт локальный, MSK, да? Обновляем страницу. Так, и мы сейчас увидим, что у нас здесь мы попадаем непосредственно на стадию установки нашего сайта. Ну, и приступаем так же, как на реальном сервере мы это делали. Здесь я пишу название сайта. Ну, например, локальный сайт я пишу, да? Так, на русский язык переключусь. Вот. Сюда можно тоже это вставить. Так, e-mail можно тоже свой поставить, можно выдуманный поставить, потом его поменять. Так, и логин администратора, и пароль администратора, это логин и пароль для входа в административную панель сайта. Ну, я здесь мудрить не буду, тоже сделаю админ админ, да, для того, чтобы легко было все это мне потом делать, чтобы быстро можно было заходить и не вспоминать какие-то сложные пароли. При переносе на реальный сервер все это можно поменять. А пока мы работаем на, значит, локальном сервере, это можно сделать и так. Итак, я довольно-таки легкие логи на пароли, админ админ создал, да, и говорю далее. Вот. Так, почему-то у меня говорит подтверждение пароля. Так. Давайте далее нажмем. Так, он проверяет все эти данные. Так. И теперь мы здесь должны указать конфигурацию баз данных. Ну, вот имя сервера баз данных localhost у нас указан правильно, мы же работаем на локальном хостинге, да, тип базы данных mysql.ly, да, имя пользователя мы создавали админ, да, мы помним все, пароль у нас тоже был админ, да, я, видите, специально это все легко сделал для того, чтобы, значит, быстро все здесь сделать. Имя базы данных у нас msk, да, я хочу, чтобы вы не перепутали. Вот админ, имя пользователя и пароль, это админ и админ, именно непосредственно, значит, логин и пароль к базе данных. А на шаге перед этим мы админ и админ, значит, устанавливали для входа в административную панель сайта. Здесь, видите, как бы и там, и там одинаково, но чтобы вы не путались и чтобы не понимали, что везде все должно быть одинаково, это не так. При реальных обстоятельствах везде надо какие-то более сложные логины и пароли задавать. Так, ну, тем не менее, мы задали здесь и говорим далее. У нас идет установка всей инфраструктуры нашей джумлы, создание баз данных и так далее. Так, и вот мы оказались на следующем шаге. Следующий шаг, это у нас, значит, что у нас здесь? Выбор установки демо данных, это нам не нужно, да. И вот здесь мы проверяем начальная проверка, рекомендуемые установки. Вот здесь все должно быть обязательно в зеленых областях. показывать ошибки, включено, это ничего страшного. Все нормально, мы устанавливаем. Так, у нас идет создание резервной копии таблиц базы данных. Кстати, вот здесь процесс установки на локальном сервере происходит чуть-чуть медленнее, чем это на реальном сервере происходит. Не знаю, почему так, но, тем не менее, это факт. То есть, вот каждый процесс на локальном сервере, он длится раза в два, в три, даже, может быть, дольше, чем на реальном. Но приходится темириться, тем не менее, все у нас в итоге получается нормально. Итак, у нас процесс установки завершился, да? Вот здесь такая надпись у нас появляется. Подравляем, восстановили джумла. Так, на этом шаге нам необходимо установить языковые пакеты, да? Сюда вот мы щелкаем. Тоже немного ждем, так как, как я уже говорил, на локальном сервере происходит немножко все подольше. Так, находим русский язык. Нам он нужен, да? Так, вот он, Russian, да? Ставим галочку и возвращаясь сюда, говорим далее. Далее. Сейчас у нас перебросит на выбор языка для административной панели и для фронтальной части нашего сайта. Да, вот выбор языка по умолчанию. Давайте мы выберем русский язык для панели управления, чтобы сразу все это было и русский язык для, непосредственно, для сайта. И тоже говорим далее. Так, у нас, ну вот все. Здесь у нас, смотрите, что мы должны обязательно удалить, удалить директорию installation, да? Нажимаем на эту кнопочку. Вот. Все, она удалена. И вот теперь смотрите, у нас с вами две кнопки сайта и панель управления. Давайте в панель управления сначала зайдем, оттуда на сайт можно зайти быстро. Заходим в панель управления нашей джумлы. Вот. То есть мы находимся, видите, мы искали администратор. Это у нас локальный сайт. Так. И давайте здесь я напишу, значит, админ, да? Так, админ. И пароль у нас тоже был админ. Я захожу. Так, и вот смотрите, здесь вот такая вот история. Мы обнаружили, что ваш сервер использует версию PHP 7.1.3.2, которая является устаревшей, не получает. И здесь вот предлагают установить, значит, версию PHP 7.2. Ну, во-первых, это, значит, не проблема. Вот. Вы можете дальше работать, значит, устанавливать необходимое расширение, необходимые шаблоны, все дело, дело, делать. Вот. Эта ошибка будет вылезать и она никак не будет влиять на, как бы, на работу с вашим сайтом. Но затем, когда вы его здесь, допустим, при помощи определенного компонента резервную копию создадите и эту резервную копию потом разведете на реальном сервере, то у вас в этой надписи просто не будет и все. Дело в том, что минимальная версия PHP, которая необходима для нормальной работы Joomla является версия PHP 5.6. Понимаете? А мы давайте с вами посмотрим, на какой версии PHP мы сейчас работаем, да? То есть, вот я иду, смотрите, вот сюда вот в красный флажочек, ой, в зеленый флажочек нашего сервера, правой кнопочкой нажимаю, вот здесь вот есть настройки, да? Если мы в настройки зайдем, в настройки, и здесь есть вот модули, да? Смотрите, мы сейчас работаем на версии PHP 7.1. Видите? То есть, это достаточно для того, чтобы у нас Joomla работала нормально. А вот эта надпись, которая появляется здесь, попросите вашего хостинг-провайдера, чтобы он сделал PHP 7.2, это необходимо для того, чтобы Joomla использовала все свои возможности по защите своего, ну, самой себя от каких-то, значит, негативных явлений и так далее. Ну, вы можете здесь прочитать. Ну, можно, конечно, попытаться, вот, допустим, выбрать версию 7.2. Ну, я не рекомендую вам это делать, потому что изменение версии PHP привлечет собой изменение версии сервера баз данных и версии, возможно, непосредственно, значит, сервера Apache, да? Вот. И потом можно просто, ну, как сказать, немножко в этом запутаться, если вы что-то не знаете, понимаете? Поэтому, поэтому давайте мы, в принципе, это окно закроем. Вот у нас Joomla работает нормально и это хорошо. Вы, можно, ну, можно ее здесь обновить. Я на кнопочку обновить нажимаю, да? То есть мы это же с вами делали, ну, те же самые работы мы делали и на реальном сервере. Вот здесь я подтверждаю свое действие установить обновление, да? Так. Ну, опять же, видите, у меня вот здесь вот крутится, значит, вот этот вот бегунок. Сейчас будет Joomla обновляться. На реальном сервере это происходит быстрее, на локальном, я еще раз говорю, это делается, ну, как сказать, более медленно. Поэтому я на какое-то время запись приостанавливаю и потом включусь по новой. Итак, Joomla у нас обновилась, да? Давайте сразу же сделаем вот что. Пройдем на наш сайт. Вот, смотрите, вот локальный сайт. Справа ссылочку я включаю. Так. И мы оказываемся вот на нашем шаблоне по умолчанию, да? Вот. Значит, здесь что у нас? Так, эту вкладку можно закрыть базу данных. Здесь для нас что является важным? Когда мы работали на реальном сервере, то в настройках, в общих настройках мы что делали? Мы с вами, во-первых, вот эти вот, значит, элементы включали, то есть, перенаправление URL и добавлять суффикс к URL мы включали, да? Для этого мы с вами файл, файл, который у нас находится внутри нашего сервера и называется htaccess, вот он, txt, да? Он, мы ему, мы его меняли, то есть, каким образом меняли? У нас сейчас он является файлом обычным, текстовым. То есть, вот если я в свойства его зайду, да? Смотрите, у нас это файл txt, да? Для того, чтобы он заработал, для того, чтобы эти компоненты у нас тоже заработали, которые мы планируем включать, мы должны были его переименовать, то есть, не htaccess.txt он должен быть, а он должен быть файлом .htaccess. Это вот без названия, будем так говорить. Но это делать на локальном сервере не надо. Когда вы его перенесете на реальный сервер, я покажу вам, как это делается, вот тогда вот нужно будет переименовать файл htaccess, как это мы делали с вами на уроке по установке джумлы на реальном сервере, да? И, соответственно, вот эти вот два элемента включить. Вот. А все остальное мы делаем так же, как и на нашем сайте, когда мы устанавливали его на реальном сервере. Вот так. Значит, мы заходили в систему, так, и здесь мы что делали? База данных, время жизни сессии в принципе можно не трогать. Да, к зип сжатия страниц мы устанавливали. SSL у нас здесь нету. Это тоже потом включается на реальном сервере в случае, если мы SSL сертификат включим. В принципе, все здесь по большому счету трогать больше ничего не надо. Вот. А все остальные настройки, которые необходимо будет здесь делать на реальном сервере, вы, пожалуйста, посмотрите урок по установке Joomla на реальный сервер и эти же настройки потом включите на реальном сервере тоже. А на локальном здесь, в принципе, по большому счету ничего не трогаем. Нажимаем сохранить и закрыть. Вот. Ну и давайте уже я вам покажу собственно говоря, значит, как мы остальное все устанавливаем и это будет выглядеть точно так же, как это было и на реальном сервере. Ну вот видите, вот эта вот ошибка. На самом деле это не ошибка, это нормально все, да. Вот. Вы можете даже закрыть это извещение, но оно будет вам у вас иногда возникать. Не обращайте на него внимания, просто работайте и все. Так. Значит, мы сначала устанавливаем, идем в установку наших значит расширений. Первое, что мы с вами устанавливали, да, это так, сейчас я найду все нашу папку, откуда мы все это брали, да. Вот она, новая папка, вот Joomla. Так, мы сначала устанавливали Helix Ultimate, да, шаблон, на основании которого мы в принципе все свои работы и уже делали и уже в дальнейшем мы будем дизайн сайта разрабатывать. Так, все, установка у нас завершена. После того, как мы все это сделали, мы обязательно идем в расширение, мы идем непосредственно в шаблоны. Заметно подтормаживает значит работа сайта на локальном сервере в отличие от реального сервера, да, так, вот у нас Helix Ultimate установился и мы вот сюда щелкаем по звездочке, да, то есть восстанавливая его значит как шаблон по умолчанию. Вот звездочка появилась. Теперь, если мы пойдем на главную страницу нашего сайта и обновим, обновим, да, мы с вами увидим вот такую историю, да, что у нас вот Helix Ultimate, да, то есть все точно так же, как и на нашем значит реальном сервере это было, да, так же мы можем зайти непосредственно в Helix Ultimate, да, ну, то есть наш шаблон, здесь настройки, настройки шаблона у нас появляются, да, вот мы заходим в них и производим те же работы, да, которые мы с вами делали на реальном сервере, да, ну, в связи с тем, что вот эту часть урока я вам уже показывал, показывал, да, я это повторять не буду, чтобы не затягивать урок, здесь все точно, точно, один в один, так же, как и на реальном сервере, когда вот мы убирали вот эту панель, переименовывали пункт меню Home и так далее, вот, дальше, дальше по, значит, давайте мы это закроем, вот, дальше мы устанавливаем все остальные расширения, которые необходимы, да, то есть мы устанавливаем непосредственно SP Page Builder, вот, так же мы движемся по тому пути, пути, по которому двигались, значит, когда устанавливали все это на реальном сервере, да, вот, ну, скорее всего, дальше я не буду все шаги повторять, потому что я это уже показывал и делал в соответствующем уроке, если вы захотите все это посмотреть, то вы вернетесь назад и посмотрите, и теперь самое главное, вот, допустим, вы все здесь сделали, все здесь установите, да, и дальше вы можете продолжать работу с вашим сайтом, да, вот, на локальном сервере точно так же, как я это буду показывать в последующих уроках на нашем реальном сервере, все у вас будет получаться таким же образом, но самое главное, что вы не должны забыть сделать, для того, чтобы потом этот сайт как бы сжать на локальном сервере и развернуть на реальном сервере, это вам необходимо установить компонент, который позволяет создавать резервные копии сайтов под названием Akiba Backup, для этого мы идем в расширение, менеджер расширения, установка, давайте подождем маленько, сейчас он вкручит это, и вот здесь вот видите, добавить закладку Jet, установить из Jet, вот мы сюда нажимаем, да, ну, желательно, чтобы вы вот этот компонент Akiba Backup поставили не в конце, когда уже сайт завершите, а в принципе в самом начале, когда останавливаете SPPage Builder и так далее, и так далее, вот, заходим в установку из Jet, из Jet, да, и нажимаете вот сюда, вот на Akiba Backup, это вот самый первый элемент, который здесь есть, это и есть то, что вот компонент создания баз данных, я нажал на него и вот нажимаю Install, установить, то есть нажимаю сюда, установить, и у нас установка сейчас будет происходить самая последняя версия этого компонента, ждем маленько, установится он быстро, внизу, вот здесь вот, в принципе, может быть процентная составляющая, сколько произошло, сколько осталось до завершения, но сейчас у нас его пока нету, так, ну, давайте подождем, так, все, сообщение у нас появилось, установка пакета успешно завершена, теперь смотрите, мы идем в компоненты, и вот у нас здесь он появился, видите, Akiba Backup, то есть, предположим, предположим, да, вы на установленную Joomla, значит, установили все, поработали с ней, и сделали из своего проекта, ну, тот вариант, который вас устраивает, и настала пора, значит, его переносить на реальный сервер, и вы идете в Akiba Backup, так, если вы первый раз Akiba Backup запускаете на своем сайте, то вам нужно будет создать конфигурацию вашего сайта, да, вот, я сюда вот челкаю, так, и при первом вот этом проходе, да, он будет создавать конфигурацию вашего сайта, это еще не создание резервной копии, это просто исследование этим компонентом состава вашего сайта, вот, и для того, чтобы потом, значит, каждая, значит, фаза резервного копирования происходила быстро и правильно, тоже здесь немножко надо подождать, не так долго, ну, давайте мы это сделаем, подождем, итак, после того, как мы конфигурацию произвели, мы можем сразу нажать на бэкап нау, и будет создаваться резервная копия, вот, можем перейти обратно в контрольную панель, ну, имеете ввиду, в контрольную панель непосредственно нашего компонента киба бэкап, и бэкап нау нажать здесь, и так, и так можно сделать, мы здесь видим опять предупреждение о том, что у нас версия 7.1, да, нужно 7.2, ну, не нужно, назовем так, а желательно, вот, но тем не менее, я вам сказал, что все будет работать нормально, я нажимаю сюда, бэкап нау, щелк, и у нас сейчас будет создаваться резервная копия нашего сайта, вот, нажимаю здесь, соответственно, если вы, вот, как в моем случае, значит, я тут практически ничего не делал, да, на этом сайте, поэтому резервное копирование будет создаваться очень, так, легко и быстро, а если вы уже тут ваш сайт, как бы, напичкали какими-то компонентами, элементами, картинками, статьями, и всем, 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 он стал таким большим, тяжеловесным, то процесс резервного копирования может, ну, длиться, там, там, минута, две, три и так далее, ну, я уже говорил о том, что у нас на локальном сервере и так медленно все работает, ну, вот, и у нас мы видим, что здесь тоже, в принципе, хотя сайт еще и пустой, но тем не менее, продвигается все не очень интенсивно, но тем не менее, давайте мы дождемся этого момента и продолжим дальше, и так, после того, как у вас резервное копирование произошло, вы идете в менеджер бэкапов, то есть менеджер резервных копий, заходите сюда, так, это можно закрыть, вот, и смотрите, видите, вот ваша резервная копия вашего сайта, под резервной копией понимается сайт целиком, не только вот файлы вашего сайта, но и база данных там находится, и все прочее, и все прочее, и все прочее, вот, что вам нужно, вам надо нажать на эту кнопочку Download, да, Download, да, окей, и сейчас резервная копия, ну, давайте мы ее, допустим, скачаем, ну, не на рабочий стол, а, допустим, в ту же папку, где у нас все наше находится, хозяйство, да, вот с таким вот именем, это тип файла JPA, мы сохраняем это, вот у нас он загрузился, вот, и на следующем уже уроке, сейчас я это не буду делать, я вам покажу, как эту резервную копию можно развернуть на реальном сервере, значит, если на то будет необходимость, но ее можно будет изврать как на реальном сервере, так и на локальном сервере, вообще без разницы, вот, и это как раз будет показатель на тех случаев, когда вы захотите развернуть сайт, созданный на локальном сервере, когда вам надо его развернуть на реальном сервере, вот, ну, а я на этом урок заканчиваю, надеюсь, все понятно, сервер устанавливается просто, Joomla устанавливается так же, как и на реальном сервере, я показывал, и просто работаете, и все, надеюсь, что все у вас получится, спасибо за внимание, до следующих встреч,